Ромашка одна, а лепестков сразу семь. Столько врачей и осмотров за раз проходят месячные малыши. Начинается диспансеризация у самых маленьких с УЗИ. Посоветовали вчера, что сегодня будет вот все сразу врачи, все сразу врачи, если не прийти. Малышка Валерия начинает с дел сердечных. Специалист смотрит и слушает, как работает ее сердце. УЗИ сердца положено проходить месяц, как раз одной из УЗИ. Тут выявляются порохи в основном, порожденные. Что здесь можно увидеть, если поподробнее рассказать? Структуру. В основном мы смотрим структуру, как нет ли каких-то в простонародье дырочек. Клапаны оцениваем, перегородки, целостность их. Сразу за перегородкой в одном кабинете УЗИ других органов осматривают тазобедренные суставы, исследуют голову, проверяют желчный пузырь, печень, почки. Кстати, они – один из самых проблемных органов. Обследование носит скрининговый характер, то есть очень большой процент выявлений – патология почек. Потому что на сегодняшний день очень тяжело протекает часто зачастую беременность женщина, справляющая гипоксией, которая, естественно, сказывается на формировании плода и в дальнейшем у ребенка. Поэтому на раннем этапе очень много открываем, так скажем, еще не болезнь, но уже, так сказать, состояние, которое требует наблюдения. Принцип ромашки устроен просто. Осмотр врачей-специалистов организован в двух соседних кабинетах. После комплексного УЗИ родители с малышами отправляются на осмотр к хирургу, педиатру, офтальмологу и неврологу. Все они ждут пациентиков в одном месте. Улыбается, да. И голову уже бывает, вот я ей картинки черно-белые ставлю, и вот если переношу, она голову за картинкой поворачивает. Взвешивание, осмотр невролога и обязательно офтальмолога. Заглянуть малышу в глаза помогает налобный офтальмоскоп. Надеваем, соответственно, на голову себе. Светит свет. Линзу к глазу мы подносим и смотрим сетчатку. Мы приглашаем в месяц детей на осмотр патологий глазного дна. Именно какие-то ретинобластома, всякие различные заболевания дискозрительного нерва. А также мы приглашаем на ромашку, чтобы посмотреть на наличие врожденной каперакты, врожденной глоукомы. На комплексное обследование тратится не больше часа финальный осмотр за педиатром. На основе всех данных и заключения специалистов он делает резюме и выбирает при необходимости дальнейшую тактику ведения ребенка. Мы сами записываем на какие-то лабораторные обследования, на анализы, непосредственно на определенную дату. То есть маме уже не надо никуда обращаться. Дальнейшее обследование и ведение ребенка обозначается здесь. Родители юных пациентов говорят, что с записью на ромашку проблем нет, потому что делают это сами медицинские работники. Медицинская сестра участковая при проведении последнего патронажа в 28 дней согласовывает с родителями дату и время осмотра. И, соответственно, приглашает их на этот день в поликлинику. В этой поликлинике начинали медосмотры по принципу ромашки с четырех пациентов в день. Сейчас берут 12. Говорят, именно столько в среднем рождается за неделю. Осмотры ромашки проходят по четвергам. Всего за весь период здесь их успели пройти 180 детей. Шестая детская стала пилотной площадкой по испытанию такого вида диспансерных осмотров. В дальнейшем ромашка будет посажена во всех детских поликлиниках региона. Наталья Сергеева, Сергей Тютин, телекомпания Барс.